дорогие друзья приветствую вас на своем канале всех рада очень видеть хочу рассказать что у меня происходит я уже получается 5 день нахожусь в стационаре в общем-то ничего особенного не происходит тем более выходные врачей нету единственное что в пятницу пришла врач и как раз уже был готов анализ крови который мы брали четверг и сказала мне что у меня анемия то есть у меня гемоглогин со 114 упал до 107 и сказал сказал что надо мне принимать препараты железо вот у меня соседка как раз купила такой препарат но она уже подняла себе железо другим препаратом и просто я у нее прикупила вот такой препарат извиняюсь за маникюр потому что не взяла лак с собой вот так что не не смотрите на мои ногти ferlatum называется я так понимаю что это делает испания вот такие как сказать баночки дала одна баночка на один день тут 15 миллилитров вот так что после еды через там полчаса по моему я просто запиваю эту баночку то выпиваю кстати вкус очень приятный как микстура получается такой сладковатый вот и соответственно буду принимать тут 20 таких флаконов и посмотрим как он поднимет мне железо по сути надо есть гречу надо есть печень желательно свиную она больше всего содержит железо говядину гранатовый сок вот ну и соответственно я я не могу здесь в больнице готовить то что я хочу да печень нам не дают на девятый стол изредка дают на 15 на девятку вообще не дают ну гречу тоже не часто дают так скажем изредка на раз три дня вот поэтому единственное что дают это свекла вареная но тоже как бы получается раз три дня вот поэтому ничего не остается как вот поднимать себе релиза кстати у многих она падает я все думала почему у меня ну как бы норма 120 140 у меня там сто четырнадцать пятнадцать годом когда же меня упадет ну вот стало время когда я у меня упала также два дня назад у меня свело судорогой ногу первый раз за эту беременность в первую беременность мне часто сводила кстати говоря вот во втором преместре в третьем я всегда думала что это нехватка магния а врач сказал что это нехватка калия вот поэтому это же как немножко заморочилась до сих пор нога болит причем она заболела на следующий день а через день вот я даже хожу хромая сильно очень свело реально это очень-очень неприятно вот калия это принципе бананы пирога может быть какие-то добавки надо посмотреть очень не охота конечно сумметы судороги постоянно преследовали а насчет кстати говоря железо его нельзя соединять с магнием вот имейте ввиду я так думаю что с кальцием это мы принимаем отдельно мне врач сказал вот у нас магнием не соединять также хочу показать свою магнезию которые принимают эфир гликонат кальция купила по совету одна из подписчиц принимаю по 2 таблетки в день также у меня йодомарин 200 это для щитовидки принимаю пробиотик это для флоры в кишечнике лактажиналь я уже сейчас не принимаю ой не вставляю потому что у меня закончился и в принципе врач сказал что надо делать перерыв и также принимаю омегу просто она меня лежит в другой баночке и не из-под омеги так скажем вот там капсулки такие если видно это омега сайхерб вот тоже принимаю вот принципе моих добавки никакие дополнительные витамины я не принимаю так что принципе так еще не кстати говоря перед больницей не рассказывал выпала пломба вот тут поэтому мне конечно я начала судорожно узнавать насчет кальция у нас дома было два вида кальция от айхерб я не помню рассказывал или нет и в одном очень много было процента цинка то есть кальций с цинком 227 процентов я спросила у врача она сказала что при беременности конечно только цинка не надо то есть эти добавки не принимайте вот наверное я выйду когда с больницы все таки куплю именно кальций для беременных ну и пока буду вот глюканат вот надеюсь он тоже усваивается ну кстати говоря он отличается раньше глюканат был в таких бумажных в мое детство упаковочках да ну как и все таблетки он как бы его как бы кладешь рот и он как бы на вкус смело там рассасывался этот он прям такой дубой поэтому его просто запиваю вот единственное что я говорю что и в разное время получается я принимаю магнезию глюканаты кальция и теперь вот железо вот насчет пломбы это показатель то что ребеночек вытягивает ну формируется активно скелет рост и вытягивает кальций из меня так скажем и конечно сейчас надо упор делать тоже на кальций но не переборщить потому что есть свои моменты да как будто вы мне писали что могут быть повышенный тонус матки может быть закостенеть там голова или что вот поэтому вот так то есть ему надо в меру вот ну конечно то что пломбы начали вылетать тоже меня не радует лет посещать ставатова ко мне вот не знаю сколько меня продержит вот 10 дней или 14 но буду буду пытаться по максимуму сейчас народу на отделении 50 человек я вчера посчитала по списку когда меряешь давление там видно поэтому вот так буду держать вас курсе всем огромное спасибо за поддержку за то что вы пишете кстати говоря у меня уже пошла 28 неделя у меня по субботам как раз вот субботу было 27 сегодня воскресенье и уже пошла 28 и приложение мне пишет что ребеночек уже весит один килограмм 10 грамм в среднем да и по-моему там 36 запятая и 7 сантиметров то есть вот и 28 недель будет кило 150 то есть по 150 грамм прибавляет день то есть такой активный рост фаза активного роста сейчас наступает так скажем когда он набирает подкожный жир кожа становится там менее прозрачный то есть он более такой пухленький становится кости тоже растут соответственно скелет вот поэтому вот так уже начинает моргать глазками так скажем реагирует на уровень шума уже давно получается и на уровень освещения поэтому тоже это все очень важно разговариваю с ним вожу по животику но еще он версится конечно версия может и поперек вот ну то есть это прям чувствуется так вот и где-то говорят что в 31 неделю они уже перестают вертеться они уже фиксируются ним у них уже как бы нет места чтобы вертеться в животе а сейчас еще вот как бы я это называю дискотека да или там карусель еще может вертеться то есть живот перекашивается может лечь поперек наоборот перевернуться и так далее вот узи плода мне здесь еще не делали я думаю что мне сделают на следующей ну либо на следующей неделе либо вы там перед выпиской обычно не делают узи плода вот так что в принципе вот такие новости у нас сегодня вот не завидно не видно пасмурный такой день да ну и просто затянуто все первый день первый день отпустила жара максимум 23 градуса и вот как бы такое серое небо но прохладный воздух это даже очень сильно радует потому что действительно все стали от жары и на завтра уже стоит 26 на послезавтра 28 а в среду вообще стоит 31 вот это буквально один денечек такой вот отдохнем от жары вот но на самом деле конечно здесь все время открыты окна если мучают комары тут большие-большие деревья под окнами как я говорила очень много комаров и вот и окна в коридоре тоже все открыты соответственно из коридора тоже летят эти комары просто жут страшно ночью фумигатор как бы для беременных вроде как вредный у нас фумигатора нет поэтому просто так скажем вечером занимаемся тем что бьем но все равно они за ночь все равно налетают потому что открыта дверь открыты окна на одном окне у нас есть решетка на другом нет вот дорогие друзья на этом я прощаюсь с вами всех была рада видеть и до свидания пока пока